Поскольку фестиваль органной музыки проводится в курортном городе, то и миссия у него особая – знакомить со звучанием настоящего живого органа многочисленных гостей Сочи. Многие именно здесь слышат орган в первый раз. В этом году музыканты представят совершенно новую программу для органа с оркестром, которая ранее еще не звучала в нашем городе. Это так называемый славянский концерт Сергея Слонимского, старейшего представителя Петербургской композиторской школы. Такая новинка прозвучит на закрытии фестиваля 30 сентября. Откроется же фестиваль 9 сентября традиционным сочинением, самым знаменитым в органной музыкальной литературе. Это концерт Франсиса Пуленко для органа «Струнных» или «Тавр». 14 сентября наш гость из Италии представит нам новинку, неизвестное произведение итальянского композитора Энрико Босси. Опас 100 называется «Концерт для органа Валторн». Литавр из струнного оркестра. Это очень необычное сочетание инструментов. Фестиваль «Кулуарна» называют рыцарским турниром, так как за органом будут лишь мужчины. Но, разумеется, их выступления украсят и дамы, орфистки-скрипачки, в том числе и сочинского симфонического оркестра. В целом же список артистов внушителен. Три представителя европейских школ – Польши, Италии и Австрии. Два органиста, представляющие наш южный регион, связанные с нашим городом. Это заслуженный артист России Михаил Павали и Владимир Королевский, лауреат международных конкурсов. Марио Чефери из Италии. Эрнст Валли и флейтист Владимир Мандрин из Австрии. Витольд Залевский из Кракова. И, как я уже сказала, Михаил Павали и Владимир Королевский – это наши органисты, к которым мы особенно трепетно относимся. Вот таких семь концертов. Как известно в музыке, семь нот. Такой музыкальный аккорд, вот такая музыкальная, точнее, гамма из семи концертов, разнообразных по форме, разнообразных по статусу исполнителей. И, мне кажется, это настоящее украшение курортного сентября.